Расскажите все существующие технологии создания или появления новых профессий. Профессии и технологии – это две вещи, которые вытекают друг из друга. Когда у людей появляется определенная потребность, они придумывают технологию, чтобы эту потребность реализовать. Чтобы эту потребность реализовать, появляется профессия, которая осваивает ту или иную технологию. Часть технологий дается свыше, часть технологий люди изобретают сами, но технологии даются тогда, когда люди готовы к этим технологиям. Иногда некоторые технологии принципиально нельзя давать тем или иным группам в сообществе в связи с неадекватностью их мышления и незрелостью их сознания. И вещи, которые могли бы приносить пользу окружающему миру, становятся очень опасными. Некоторые технологии, созданные для того, чтобы улучшить окружающий мир, начинают, по сути, в большей степени его разрушать. Старинная профессия может быть изобретена. И понятие профессии, если не считать основные уровни, основные ниши человеческого общества, являются вещью выдуманной. Есть основные профессии, которые связаны с производством продукта, его сохранением, его реализацией, его переработкой, доставкой до потребителя и профессии, связанные с окруженными интересами человека. То есть эти профессии, они существовали издревле и будут существовать в будущем. А есть то, что люди придумали ради того, чтобы тешить свое эго. И некоторые из этих профессий приносят больше вреда, чем пользы. Я не буду сейчас даваться в частности. Эти вещи легко понять самим. Некоторые профессии, связанные с использованием неестественного продукта, они изначально являются пагубными. И человек отвечает своей судьбой, своей кармой за то, что эти технологии используют. Например, это связано с производством любых видов наркотиков, в которые мы причисляем также алкогольные продукты, независимо от природы их происхождения. За исключением использования некоторых видов наркотиков в качестве лекарств, в исключительных случаях, любое их использование и производство, будущее этой профессии, либо сферы частичной заятельности, несет определенную ответственность и преобразовать человеческую жизнь и общество в определенную форму, в определенной ситуации. Профессия становится тогда, когда человек видит, что необходимо решить ту или иную проблему. Для этого находится кто-то, кто способен заниматься этой деятельностью. Из той или иной технологии можно, для освоения той или иной технологии, может быть создано то или иное количество профессий. И та или иная профессия может использовать то или иное количество технологий. Говорить об этих вещах целесообразно, адресно. Касать какой-то конкретного образа жизни человека и каких-то конкретных потребностей. Любая человеческая профессия должна решать проблемы человеческого образа жизни и помогать человеку развиваться и поддерживать его жизнедеятельность. И суть этой профессии в том, что она помогает человеку жить и не разрушает окружающее пространство. Если этот принцип используется, то не имеет значения, что это за профессия и что это за технология. Любая профессия, любая технология может иметь положительный потенциал, так и отрицательный, в зависимости от векторов, к которому она направлена. Как солдат, который может защищать и может нападать. Может быть бандитом или может быть защитником. Как только разговор идет про какие-то неестественные формы человеческой жизни, какие-то неестественные потребности, из этих неестественных форм вырастают неестественные профессии и неестественные технологии. Например, вы используете двигатель внутреннего сгорания, который в принципе является неестественным. И все профессии, связанные с его производством, переработкой, организацией, разработкой, связаны с несением кармы и ответственности. Каждый, кто использует эту технологию, за это платит в стольной степени, исходя из пропорций. Но по любому уровню, так называемые штрафы, либо компенсацию. Любая технология должна быть приближена к естественной, а ее использование должна разрушать окружающий мир. Важна сама идея, если эта идея разумная, и вы относитесь к окружающему миру как части своего существа, как части своего дома, когда окружающий мир не что-то отдельное от вас, а часть вашего существа. То есть все, что вы изобретаете, профессии, технологии, конфессии, учения, будет работать так, что ваша жизнь будет происходить в естественном ключе, и все, что вы создали, будет частью вашей жизни, как частью природы. Если человек думает о том, разумно ли он живет, и что приносит его жизнь окружающему миру, он никогда не сделает выбор пользу той технологии, которая разрушает окружающий мир. Все опасные технологии, которые вы сейчас используете, можно заменить на безопасные. Эти технологии вам придут тогда, когда вы начнете жить по этим принципам. он хочет сказать, что нет ни одного исключения сейчас существующих у вас, которые бы нельзя было заменить на какую-либо более естественную форму. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok